итак дорогие друзья приветствую на моем канале сегодня поговорим о таком игровом смартфоне как nubia red magic 9 pro игровой смартфон в среднем где-то 40 тысяч стоит понимаете даст на dragon 8 gen 3 это классно это классно этот игровой смартфон но какое количество игр на андроиде выходило за последнее время и какого качества были эти игры самое главное получается можно за 40 тысяч там за 1000 долларов взять смартфон может быть из китая долларов там за 800 но что мы получим в итоге 6 8 дюймовом а лет 120 герц здесь камера под экраном это как же ты и nubia там технологии какие-то совместные соответственно здесь спрятали они фронтальную камеру спрятали под экраном а типа как прозрачная но это все интересно это классно да это классно это технология которые развивают вот рынок и все android 14 snapdragon 8 gen 3 оперативка в минималке 8 гигов 256 стройка камеры неплохие можно сказать в процессах довольно мощный будет искусственный интеллект стабилизации хотя это не фото флагман но характеристики будут довольно неплохие смотрим здесь и стены все блютуз это такой 5g до функции такого обычного классического смартфона быстрая зарядка здесь есть сканер отпечатка в экране в общем-то габариты не маленький батарейка 6500 очень крутой впечатляющий дизайн но здесь достаточно зайти вот на том смартфоне которым у вас есть вы заходите в play market не можно за полтора доллара или там за два доллара купить себе google play вот этот play access там типа доступ и все вы смотрите и там вообще никаких новых игр практически не выходит а многие игры там и 16 18 год но и в асфальте там встроенная реклама и встроенный донат если вы не купили крутую машинку то она у вас ездить не будет и вообще плевать какой у вас смартфон то же самое во всех остальных играх ну например call of duty и pubg работают на много на более таких слабых и старых устройствах это всего по большей части получаются понты хотя у меня компьютерный канал вроде я здесь и на youtube и в игры играю про игры вам могу рассказать но вы совершенно бессмысленно если еще на айфонах у них есть apple arcade там за пять долларов дают возможность какие-то игры эксклюзивные что-то попробовать а здесь игр вообще с гулькин клюв не то что каких-то новых тут и старых не так много ну что здесь типа геншин им по геншин им бесплатная игра которая работает на компьютерах десятилетней давности на консолях прошлого поколения соответственно этот смартфон он может быть интересен крутым дизайном крутыми спецификациями но опять же интересен для тех людей у которых уже есть игровой компьютер консоль ноутбук там у них все это есть они еще хотят дороге поиграть там в brawl stars на игровом смартфоне за 1000 долларов я для любого человека которому хоть сколько-нибудь меняем вообще смысла рекомендовать это не вижу есть у нас asus rock phone 8 pro здесь классическая все-таки камера у нас такое отверстие в центре экрана усмотрится мне даже сказать больше нравится в какой-то мере 678 экран 165 герц тоже у нас 8 gen 3d кто 16 оперативки и 512 у нас постоянная память но в какой-то мере можно сказать если где-то вы его нашли это он будет даже более выгодной покупкой на также не официально там где-то 40 официально 60 это цена компьютера с видеокартой наверное rtx там 4070 или стопом радионом на кому-нибудь кори седьмом процессоре и даже ноутбуке там за 50000 уже довольно неплохие камера здесь тоже неплохая съемка видео 4к ну за такие деньги уже наверное iphone или samsung можно взять 5g вай фай вай фай 7 это чтобы ничего не тормозило сканер отпечатка в экране зарядка у нас тоже быстро очень классно все 225 грамм вес даже на 1 терабайт можно взять здесь у нас по ценам то же самое где-то даже дороже и что в общем-то я скажу то что мы сегодня про это все поговорили в общем-то это пообсуждали и сколько реально человек вот пойдет и купит его там ближайшем магазине 40 тысяч там за 50 тысяч в конкретном случае нубе рэтм magic 9 pro за 40 тысяч ну я думаю что большинство людей посмотрят это классно по изучать эти характеристики snapdragon 8 джон три он набирает 2 миллиона баллов в тесте antutu это классно это очень интересно но через годик полтора выйдет какой-то более новый процессор эта цифра не будет столь впечатляющей либо этот процессор поставят каком-нибудь смартфоне там ну реалми каком-нибудь там джеки него или в каком-нибудь там пока там или в ком xiaomi который будет стоить там не тысячу долларов там 600 долларов и есть же snapdragon предыдущих поколений там 8 джен один например он стоит закупки дешевле ставят его более старые смартфоны хотя какие-то игры он дает возможность все равно побегать да и многие люди уже знают что есть на сегодня из такого бюджетного игра у это пока их 6 pro смартфон который можно такой в полуофициальные продажи глобалку можно найти за 12 13 тысяч опять же какой-то школьник студент который там накопил 10000 на телефон просто хочет какой-то ну типа новый телефон кинул себе пару тысяч там где-то одолжил родители добавили пошел купил пока x6 pro amoled 120 герц android 14 даймэн сети 8300 ультра память 8256 он набирает больше миллиона где-то 1 и 3 миллиона баллов в тесте antutu это очень не маленькие очень не слабые характеристики да здесь нету встроенного профиллера как в нубе red magic 9 pro но все равно есть возможность поиграть какой-то call of duty standoff pubg это далеко не самые новые игры да и геншин им так неплохо пойдет сканер отпечатка в экране есть вайфай есть nfc 67 ватт быстрая зарядка чехол зарядка в комплекте тоже пишет и full hd 4k не так может быть круто как snapdragon там может быть не такая крутая стабилизация но согласитесь 12 13 тысяч это более такая земная понятная предсказуемая и комфортная сумма чем там 40 60 тысяч и почему можно сказать я скептически к этому смартфону отношусь да потому что все хорошие игры эксклюзивы они выходят на playstation и пятом ну такие игры просто актуальные неплохие они выходят на компьютере стиме в эпик геймсторе есть например horizon forbidden west есть good of war есть last of us все игры топовые которые есть они ну сказать хотя бы с небольшой задержкой там иногда даже с какой-то существенной задержкой они есть на компьютере там все это на распродажах все эти игры стоят копейки бесплатные раздачи в эпик геймсторе ведьмак сто раз переиздавался можно взять недорого киберпанк 2077 со всеми дополнениями ну и купите вы смартфон за 40 тысяч чтобы играть в стендов но это маразм просто любравом stars просто нету на андроиде крутых игр вот это подписочные сервисы все эти они все равно ну не дают такого можно сказать комфорта от всего этого времяпровождения потому что хороших таких однопользовательских сюжетных игр одну по типу там ведьмака например из карима там или даже gta 5 здесь не будет смотрите тут до бесконечности переиздают нам каким-нибудь gta 3 20-летней давности но gta 5 на смартфоне с крутой графикой хотя игре 10 лет здесь непонятно когда она будет будет ли она вообще каких-то облачных сервисах причем все равно здесь зарядка хотя и быстрая батарейка хотя и большая то все равно рано или поздно это все износится но все сядет и соответственно ну ремонт такого смартфона будет также не дешев к я просто на это смотрю мне такое печенье что мне пытается втюхать какое-то барахло ну и опять для тех людей кто хочет там кайфануть по максимуму вот например сборка у нас за 30 тысяч не агитирую конкретно за эту сборку но по характеристикам можно построить райзен 5 у нас 5500 это один из самых таких мощных процессоров под м4 сокет материнки под этот сокет вообще идут это в двух с половиной трех тысяч сам райзен 5 5500 он стоит не так уж и дорого оперативки 16 были там 32 гига можно тоже по дешевке все купить 3200 это очень неплохая частота для ддр 4 видеокарта rtx 4060 она отдельно стоит там 1013 половиной вот такую вот сборочку можно самому тысяч за 27 собрать с блоком питания там на 600 ватт это все будет работать классно и долговечно там куча пропеллеров куча выхода в юсб и что получается что можно где-то за 26 тысяч купить компьютер и за 12 тысяч взять себе пока и вам этот смартфон за 60 тысяч нахер не нужен вот такие были мысли а что вы можете написать по этому поводу комментарии открыты приветствую новых зрителей на ветераны канала также могут поделиться своим мнением всем пока